В День памяти об известном спортивном журналисте и телеведущем Владимире Кейлине секция дзюдо «Гранит» привезла из Тольятти своих лучших спортсменов. Мальчишкам по 12-13 лет, но они уже точно знают, какое спортивное будущее их ждет. А пока, чтобы твердо стоять на ногах, на татаме, нужно чаще соревноваться с сильнейшими борцами региона. Сделать все для этого старается тренер Максим Гуськов. Это хороший старт для будущих больших побед, для ребят. Возможность побороться. Я не скажу, что здесь низкий уровень или что-то. Нет, мы с полным серьезом, с настроем едем побиться за медали. Я вот лично привозил ребят еще в 2015 году, когда первый турнир только начинался. Те ребята уже, многие уже кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, то есть уже взросленькие. Но начинали мы вот на этом турнире. Данное соревнование – трамплин для многих юных дзюдоистов к вершинам мастерства. В этом году более 200 спортсменов попробовали свои силы на этом турнире. Приезжают в Самару не только за наградами, но и вспомнить легендарного спортсмена и популярного телеведущего спортивных новостей. Сама личность Кельна, по сути, этого человека нельзя забывать. Его вот эта вот улыбка. Человек, который никогда никого не подвозил, человек, который умел планировать свои желания, достигать свои цели. То есть это, по сути говоря, хороший пример для настоящих мужчин, для детей, которые присутствуют на этих соревнованиях. География турнира разнообразна. До пандемии в столицу региона приезжали дзюдоисты из соседних регионов Казахстана. В этом году участвуют только клубы Самарской области. Сегодня они докажут, кто из них сильнейший, кто из них достоин права носить тот спортивный разряд и забрать название лучшего дзюдоиста этого турнира. Турнир памяти Владимира Кельна носит статус официальных соревнований. Поэтому кроме медалей дзюдоисты смогли повысить и свой спортивный разряд. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.